Итак, всем привет, с вами Атом. Добро пожаловать на продолжение нашего прохождения за Российскую Империю. В общем-то, положение на фронте у нас, конечно, не лучшее, но мы, в принципе, выправляем всё. У оси всё истощённое, дивизий мало стало. Мы сейчас восстанавливаемся, людей пополним, хоть когда-то я лоханулся немножко. Сейчас закрываем котлы и, в принципе, едем вперёд. Мы были максимально не готовы к войне, потому что тупо, ну, мало армии, противосоюзников было более-менее легко воевать, тупо потому что у тебя фронта с ними нету, а тут как бы бац-бац-бац-бац и вот как бы с ними всеми воюй. Поэтому сейчас я часть танков иду на фронт и часть танков у нас остаётся добивать. У нас сейчас только дефицит в основном в людях, в армии, дивизии-то более-менее всё есть, можно уже и танков больше делать, в принципе. Пора расширить нашу армию танковую. Начал я улучшать дорогу с Питера до Москвы и с Москвы до Ростова. Попробуем улучшить снабжение местное, по крайней мере, хоть как-то, да, чтобы оно побольше доходило. Как-то так. Осталось добить вот эту вот всю хламину. Штрафники на самом деле нас спасают просто. В этой партии тотальное спасение вызывают они. Опять же, на Кавказе у нас небольшие проблемы, 47% дебаф. Ещё и людей не хватает, ничего не хватает. Ладно, хоть дектрину можно подкачать. По крайней мере, фронт сейчас встал и можно их на контратаках спокойно ловить. Так, есть шанс захватить орудие вообще. Если захватим орудие, будет неплохо. Итальянцы у нас высаживаются в Батуми, ну ладно, это не так страшно. Жалко, что лодки я сюда только вывел, и в итоге мы теряем их только. Надо было их в Чёрном море оставить, хотя я сомневаюсь, что у нас бы прорасходство, конечно, было. Так, во, орудие у нас в капкане, хочу сказать. Должно орудие сейчас захватиться, по сути. Она как бы захватилась, но она не под нами. Хотя, по сути, она должна бы захватываться именно. Да, они опять тут. Ну что это такое? Ладно, на Кавказе мы восстанавливаем вроде снабжение, наверное. Ну, тем временем у меня проблемы некие здесь, конечно. Японец там, ну, немножко доминирует. Хотя вот китаец тот же, вон, Индокитай берёт. И, кстати, вот этого взбунтовавшегося, по-моему, свергнут они. А, нет, погоди, нам для ячейки оно не надо. Блин! Не отменить? 120 поездов будет использоваться. Ну ладно, хотя они в запасе есть. Это нельзя было делать вообще, на самом деле. Здесь мы танки освободили. И освобождаем их. И вот, видимо, в болото их воевать. И начнём, наконец, бронетранспорт делать. И я бы его даже удешевил. Дешевление реально много даёт. Он в два раза дешевле становится. А это очень до хрена. Отчаянные меры больше на нас не влияют. То есть мы можем, наконец-таки, уроки войны поражать. Это надо. Ну что, фронт в котле, в принципе. Сработали. Сработали просто восхитительно. Сейчас добиваем тогда и всё. Тут у нас, кстати, всё. Тоже закончились пацанчики. И здесь мы возвращаем пацанов на фронт. Единственное, с снабжением, конечно, у нас тоже проблемы с этим добиваем котла. Попробуем 22-ю шефэ сейчас сделать. Конечно, в леса дебафы будут. Ну, пережить их можно вполне. Спасаем дивизию Севастополя. Еле живая, блин, она уже. Да, успели. У нас США покрасила там. Эээ, не понял. Ну ладно, у них свой альянс. Это радует то, что они не в оси. С ними война миллион лет. И это делать вообще неохота. Кстати, у нас седьмой уровень уже у фидмаршала. Всё, переходим к контрнаступлению. У нас просто доминация начинается. Танки, конечно, не в самом большом количестве у нас имеются. Но имеются же. Это уже хорошо. А, то есть с Америкой ВБ у нас не воюет. Уроки войны начинаем. Чисточки убираем всякие. А, то есть для эвакуации теперь у нас используются поезда. И до четырёх военных и гражданских фабрик будут эвакуированы из города. Эвакуированные фабрики будут перемещены в регион. Некоторые заводы придётся построить заново при потере контроля над городом. Фабрики принесут больше урона при эвакуации. Кстати, ЖД мы построили и, наверное, всё получше стало. Короче, подрубаем автоплан. Уже просто нечем воевать совсем уж. С Японией немножко потяжелее в этом плане. И, наверное, надо какую-то группировку там уже развертывать в любом случае. Потому что китайцы что-то уже не особо хорошо себя чувствуют. Улучшаем пропускную способность. В принципе, должно стать получше. Там воевать гораздо. Слушай, можно просто вот так вот взять и обрезать побережье. Ну, это, конечно, надежда надеждами. Но попытаться можно. И заводы пошли. А, сразу всё пойдёт. Давай на авиацию 70 заводов сейчас поднимем тогда. Ну, просто фронт пустой. И повысаживались, называется. Боты стали злоупотреблять высотками, я хочу сказать. Да, это больно. Можно запаниковать и сразу сдать весь фронт. Но мы же так не сделали, да? Всё. Вот так и побеждаем. Сопротивления никакого нет. Ответные танки Рейха. Ну, ничего себе. Так, уроки войны у нас дошли. Организация партизанских отрядов. Ну, смысла как такового не имеет. Боевые священники ничего не даёт. Военные политические советники. Вот это, кстати, ну, так-сяк, но нормально. Тут у нас мершит хорошо, конечно. Заград отряда, установление организации. Тоже хорошо, но для начала давайте сюда выйдем. Почему бы нет? Какая-то тактика Opel Blitz ещё появляется у нас. Не понимаю, не знаю до сих пор, что она даёт на самом деле. О, америкосы. Тут даже комментировать на самом деле нечего. Просто уже фронт пустой. О, даже британцы высадились снова. Ну, французов какая-никакая армия ещё осталась, да? Притом опять именно в Дьепп высаживаются. Вот чё-то они именно... Именно в Дьепп чё-то хотят, вот серьёзно. Но только в Дьеппе чё-то хотят британцы. Ещё предстоит война с Японией. А там всё побережье, нахер помершие. Ну, строим снабжение, чё делать остаётся. Пока как раз мы там не прибыли туда. Построим. Семёнов будет спасать сын. Как раз он у них советником есть. Китай, кстати, мало дивизий в 41-м году как-то имеет. Для полного Китая тем более. Под ним весь Китай, у него дивизий чё-то мало как-то. 55 заводов. Слушайте, а штрафники ещё можно? Во, поднимаем ещё штрафников. Ну что, слава имперской армии. Чё, переделали, что ли? Не красный? Хоть что-то оно переделывает, это даёт. А то... То Сталин, то ещё чего-нибудь. Ну, дайте уже капитулировать этот рейх. Заколебал он меня уж. Просто заколебала эта война. Я рассчитывал закончить это прохождение немного раньше. Ну, получилось как-то не то немножко. Хочу сказать, что тут всё вообще идеально со снабжением. Просто модернизировали и стало красиво. Огонь плавучий гавани несколько сделаем. Я думаю, лишними не станут. Всё, рейх наконец-то пал. Сейчас добиваем итальяшек. Можем пригласить Пакистан в Альянс. А какой Инди он тогда в войну объявил? У них даже дивизий немало, слушай. По Франции все танки кидаем и перекатываем их. Британцы тем более очень даже хорошо помогают в этом. К моему удивлению. Америкосы то, что у них по городам ходят. Вот это хреново. Давай призываю им в войну. Слушай, наверное, сейчас американцев здесь миллион будет, да? Но с другой стороны, их сюда заманиваем. Главное не в горы. И убиваем америкосов так неплохо. Осуждаю, конечно. Ну да. Так, я так понял, нашей Индии больше не стало, так? Слушай, а португальцы... А, так оно всё не национальное. Так мы просто надо вот так вот ехать будем сейчас. Так, итальяшки уже начали оказывать сопротивление. Но главное, мы заняли горы. А Кавказ опять же пустоватый. Ну, в принципе... А, нам в Турцию саживаться только придётся. Может быть, Владик даже возьмём. Жени, это у нас тут шикарные. Да, и улучшать, походу, как-то слишком долго его приходится. А, начинаем пушить здесь тоже, нормально. Свяжем их боем заодно. А тут-то мы контр-атаку хорошую ведём. Слушай, а мы же можем дороги, по сути, и у них строить, так? Во-вторых, уже наконец-таки возьмём эту чёртовую ячейку. Или погоди, что у нас там ещё есть? У нас есть как раз-таки на третий рим. Давай третий рим выйдем уже ячейку полностью. Всё равно толку от этой ячейки уже нету. Можно, конечно, перейти в наступление на Кавказе, но снабжения там совсем уж нету. Короче, наверное, через Грецию, либо вообще высадкой. Но высадкой и другую проблему делает. Чё бы, сидись. Не знаю, да, просто сделать вам как-то немножко невозможно. Италию с нами. В Грецию, значится. Вот сюда бьём и так, наверное. Здесь надо хотя бы до сюда доехать, чтобы потом не мучиться. Китайцы тут пытаются пульсать. Зачем, пацаны, там с обжения нету? Но Дженни приостановлено. А почему? Отсюда нельзя, что ли, доставить его? Походу, это из-за того, что у нас столица на побережье находится. А, ладно, чё мы делаем? Мы делаем танки здесь. Доктрина дальше пошла. Ну вот прям сейчас вот уже нормально доктрина идёт. Доктрина дальше пошла. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Тут у меня немножко звук не записывался... Случайно микрофон я вырубил, когда мне звонили... В общем-то, небольшая перемоточка у нас тут была... Вот... И захватили мы Японию... Зашибенно получилось, конечно... Весь мир вообще, считай, под нами уже... Кстати, обратно забираем мы себе Сахалин... Такие мы... Так, ну что... Большую часть мира мы себе подчинили... Воюем мы... А, в смысле... Воюем... А что знака нет? А, вот все... Проразилось... Что-то зависло... В общем-то... Мы установили Третий Рим... Теперь мы... Сильные... Независимые... Уважаемые... Люди... Ось покорена... Мы сделали очень... Ну... Выкарабкались из реально тяжелой такой... Ситуации... И... Смогли ее переломить и выиграть... Достаточно короткие сроки... Надеюсь, вам понравилось данное прохождение... Всем спасибо за просмотр... Не забываем ставить лайки... Подписываться на канал... Всем удачи... Всем пока... Субтитры сделал DimaTorzok